Иисус сказал «Я и Отец одно». Если вы видите Меня, вы видите Отца. Так что Он утверждает? Что Он говорит? Ладно, ты только что высказал свое мнение, что это Иисус Христос, которого Он послал. Правильно? Но ты веришь, что Иисус есть Слово Божье? Один момент. Нет-нет-нет. Я выдвинул три разных пункта. Нет-нет-нет. Как мусульманин, я верю, что Иисус был послан Богом. Он был послан Богом? Да. Он ведь не пришел сам, потому что у него нет власти и права прийти самому, откуда бы ты ни была. Так что... Ладно, с этим я согласен. Нет, я даже еще не сделал утверждение. Но я не хочу, чтобы ты переходил. Он сказал «Отец – единственный истинный Бог». Это как если бы я сказал, что ты единственный истинный человек на планете Земля. Может ли быть еще один? Может ли быть еще один? Хорошо, то есть ты подразумеваешь, что Он молился только одному Богу, и это все? Нет-нет. Позволь мне объяснить. Я понял. Я так не думаю. Если Иисус скажет тебе, что Отец – единственный истинный Бог, тогда может ли быть Он сам также быть единственным истинным Богом? Или вот Он, к примеру, единственным истинным Богом? Ответ – нет. Потому что Он ограничил это выражение «единственный истинный Бог» только к одному. Может быть, к самому себе? К отцу. Подожди. Говорил ли Он это в отношении себя? Ты хочешь, чтобы я ответил тебе, или ты хочешь продолжать? Да, прошу, говори. Ты дашь мне время разобрать это? Но ты понял мое утверждение. Я уже сказал, я полностью понял этот момент. Хорошо. Прошу объясни. Спасибо большое. Хорошо. То есть ты говоришь, что когда Иисус сказал, что единственный истинный Бог – это Отец, Он применил это выражение исключительно к одному Отцу на небесах. Но я только что дал тебе еще один пункт. Я только что сказал, что Отец, которому Он ссылается, Он говорит, что Он един с Ним, верно? Он говорит, что Я и Отец одно, верно? И Он также говорит, что если вы видели Меня, вы видели Отца, правильно? Так что же имеет в виду Иисус? Стих, который ты привел, это очень хороший стих. Очень хорошо. Бог может послать Иисуса правильно? Я также согласен с этим. Мы верим, что Иисус – это Слово Божие правильно. Потому что если мы перейдем к Ветхому Завету, давай поймем значение слова намного более правильно. Но прежде чем мы отправимся к значению слова, давай сначала разберемся с… Я хочу показать. Нет. Но это наша тема. Я разбираюсь с тем моментом, который ты сказал. Позволь мне закончить. Какое мое утверждение? Что Бог может послать Иисуса. Нет, это не мое утверждение. Нет, послушай. Мое утверждение никак не касалось того, был ли послан Иисус. Мое утверждение было, что Иисус определил, кто является единственным истинным Богом. Да. Теперь, если Иисус сказал, что Отец – единственный истинный Бог, но ты говоришь, что это неверно. Единственный истинный Бог – это Отец, Сын и Святой Дух. Это ведь то, что ты говоришь? Да. Но Иисус не говорил этого. Он сказал «Я и Отец одно». Подожди, подожди. Прежде чем я разберу эти пункты, ты увидишь, что на самом деле ты вырываешь эти слова из контекста. Я не вырываю. Потому что иудеи понимали, что сказал Иисус. Конечно, ты неправильно представляешь контекст. Как я неправильно вырываю… Извини. Неправильно представляешь. Как я неправильно представил евреев? Не евреев, а текст. Хорошо. Какая реакция была у иудеев, когда Иисус сказал эти слова? Подожди, подожди. Ты снова совершаешь логическую ошибку. Но я просто говорю. Смотри. Ты делаешь ту же ошибку. Ты смотришь на то, что другие люди сказали Иисусе. Ты не слушаешь меня. Послушай, прошу, потерпи немного. Будь со мной. Хорошо. Позволь мне разобраться с обоими. Евреи считали Иисуса сумасшедшим и одержимым демоном. То есть ты согласен с ними? Ты должен быть последовательным и сказать «Да, я согласен с евреями», которые сказали, что теперь мы уверены, что Иисус одержим демоном. То есть ты согласен с евреями. Я согласен, что это то, что они сказали. Нет, ты согласен, что Иисус был одержим демоном? Нет, ты не понимаешь, что я говорю. Хорошо. Слушай, в то время, что было причиной номер один, что послужило распятию Иисуса? Подожди, подожди. Сейчас ты снова отвлекся. Я не отвлекся. Прошу, потерпи немного. Ты неправильно меня понял. Я лишь хочу разобрать этот пункт. Реакция еврейского народа? Ты не даешь мне ответить. Ты продолжаешь говорить. Хорошо, продолжай, продолжай. Но придерживайся темы. Хорошо, я буду придерживаться темы. Иисус учился согласно Ветхому Завету, правильно? Да, продолжай. Фарисеи также учились согласно Ветхому Завету. Поэтому все, что говорил Иисус, это было согласно Ветхому Завету. И они поняли друг друга. Когда Иисус сделал утверждение, и это было богохульством, иудеи знали это. И они собирались побить его камнями, правильно? Так что ты сказал, очевидно, что... Прости, какую тему ты хотел раскрыть? Мне напомнить тебе? Да. Хорошо. Я говорил о том, кто такой Иисус. Есть самоидентификация, и есть описание других людей. Верно. Другие люди считали Иисуса пророком, Мессией, Сыном Божьим, Чудотворцем, одержимым демоном. Да. И сейчас, если ты последователен, и ты говоришь, «Я принимаю то, что говорили другие люди о Нем», тогда ты должен признать, что Иисус был одержим. Но если ты этого не сделаешь, тогда ты должен сказать, «Смотри, отдай лишь мнение других людей». Но то, что важно, это то, что сам Иисус сказал о себе. Хорошо. Поэтому Иисус продемонстрировал, что у Него есть отношения, что Он был послан единственным истинным Богом. И это не Он. Кто был тем, кого Он идентифицировал единственным истинным Богом? Отец. Отец. Поэтому если Он идентифицирует Отца как единственного истинного Бога, ты же каким-то образом хочешь включить в Него еще Иисуса и Святого Духа. Как ты это сделал? Но я... Нет. Как ты это сделал? Ты это сделал, приведя два текста. Два стиха. Первый стих, где Иисус говорит, что Я и Отец одно. И другой стих Он говорит, «Если ты видел Меня, ты видел Отца». Теперь позволь мне разобрать их. Если ты предполагаешь, что когда Иисус говорит, что Я и Отец одно, это означает, что они оба один Бог, тогда у твоего утверждения есть смысл. «Знаешь, Я дам тебе это». У твоего утверждения есть смысл. И что ты опроверг мой аргумент. Но именно здесь ты неправильно понял контекст. Потому что Иисус в том же Евангелии от Янна 17.21 говорит, «Да будут все едино, как ты, Отче, во Мне, и Я в тебе, так и они, ученики, да будут в нас едино. Пусть же они станут едины с нами». Поэтому если ты говоришь, что Иисус и Отец в их единстве делают их единым божественным существом, тогда Иисус говорит, что ученики также едины с ними, точно так же, как Иисус и Отец едины. Поэтому все они вместе будут также единое божественное существо. И очевидно, ни один христианин на планете Земля, о котором я знаю, не считает, что это так. Но они говорят, что это единство является единством в цели. Но Иисус сказал, что так же, как Я и Отец одно, вы так же едины с нами, что означает, что единство одинаково в обоих случаях. Если ученики едины в цели, то Иисус так же един с Отцом в цели. А если Иисус с Отцом едины в божественности, тогда ученики так же и являются едиными в божественности. Так какой из них ты берешь? Хорошо, не ставь меня в угол. Могу я объяснить из Библии? Хорошо? Так что ты говоришь, что, очевидно, евреи... Извини, ученики... Хорошо, я понял, что ты имеешь в виду. Позволь мне провести тебе текст. Я уточню его. Потому что я не уверен, что... Ты ведь понял то, о чем я говорил. Я показал тебе контекст стиха «Я и Отец одно». Потому что Иисус объясняет, что Он имеет в виду под «Я и Отец одно». Говоря его ученикам, да будут все едины, как ты, Отче во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Нет, Он сказал ей и Отец одно. Нет, Он сказал своим ученикам, как ты, Отче во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да, нет разницы. Это означает, что Он и Отец одно, но это одно не в божественности. Серьезно? Давай вернемся к Иоанну. Так ты говоришь, что Его ученики тоже едины в божественности с Отцом? Послушай, я могу просто закончить? Хорошо, спасибо. Так что не могли бы мы, давай поговорим об отношениях между Иисусом и Отцом, чтобы понять, как они едины, правильно? Давай обратимся к Библии. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший YouTube-канал под названием «Поистине». На нем наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. Братья и сестры, давайте вместе поможем их каналу развиться. В этом, иншалла, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Откуда ты привел свой контекст? Это был Иоанн 17.21. Позволь мне привести тебя из того же Иоанна, из которого ты процитировал. И давай уточним, какие отношения между ним и Отцом, чтобы ты мог понять. Но сначала ты должен ответить на то, что я сказал ранее. Теперь, когда ты привел контекст из Иоанна, я могу использовать его против тебя. Нет, это ты использовал Иоанна. А я же привел тебе контекст из Иоанна против тебя. Да, ты сделал против меня. Нет, ты использовал его первым, не я. Ты процитировал, что я и Отец одно. А я сказал, что Иоанн в другом месте объясняет, что это за единство, которое христиане почему-то не видят. Большинство христиан, с которыми я разговаривал здесь, 99% из них никогда не читали этот контекст. Там черным по белому написано, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едины. Хорошо. Очевидно, я могу обсудить это, но я не уверен, что ты поймешь это. Но я разобью это на куски, чтобы тебе было легче переварить. Так что это Иоанн, который ты цитировал. Иоанн, правильно? Чтобы понять, кто такой Иисус по отношению к Отцу, он говорит. В начале было Слово, правильно? И Слово было с Богом. И Слово было Богом. Так что у тебя есть Слово, которое отличается от Отца. Да. Но все же Он един с Отцом. Так что подразумевается это. Так сколько было Богов в начале? То же самое было в начале с Богом. Хорошо. Так сколько Богов было в начале? Дай мне просто закончить. Но сначала можешь объяснить это. Ты не можешь бросать вопросы, когда я пытаюсь ответить тебе на вопрос. Иначе ты просто... Но я не понял даже первую часть. Объясни мне. Иначе ты просто вводишь меня в заблуждение. Хорошо. Сколько было Богов в начале? Если я ввожу тебя в заблуждение? Нет-нет. В начале было Слово. Хорошо. Объясни. В начале было Слово. Хорошо. В начале было Слово. И Слово было с Богом. Так что Слово было с кем-то. Оно было отделено от Бога. Хорошо. Отделено от Бога. «И слово было Богом». Хорошо. «Вначале было слово, и слово было Богом, и слово было с Богом». Так сколько богов было вначале? Хорошо. Я могу объяснить это. Не ставь меня в угол. Когда дело доходит до духовного? Когда дело доходит до духовного мира? Да. Мы говорим о Боге. Бог есть дух. Он далеко за пределами того, что мы можем понять. Является ли слово духом? Он за пределами того. Является ли слово духом? Ты сказал «Бог-дух». Является ли слово духом? Послушай, почему ты задаёшь так много вопросов? Ты сам сказал «Бог есть дух». Ты искренен? Смотри, я пытаюсь понять твою позицию. Позволь мне объяснить. Позволь мне объяснить. Ладно, но ты должен прояснять свои слова. Ты не искренен. Почему ты не пытаешься объяснить? Но я... Почему ты не объясняешь? Я пытаюсь... Ладно, объясни, сколько богов было вначале. Ты будешь задавать ещё вопросы? Я не буду задавать вопросы. Ты позволишь мне ответить? Пожалуйста. Ты позволишь мне ответить? Конечно, прошу. Вначале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом правильно? Ты можешь говорить то, что хочешь, правильно? Но это правда, и мы принимаем это, потому что это из Библии. Подожди. Он собирается объяснить нам, сколько богов было вначале. Как я объяснил тебе? Как я показал тебе из бытия, когда Господь послал огонь с небес от Господа небес. Так что было два Господа, и ты согласился. Так что Бог... Ты должен понять своим умом, что Бог сложен в своей природе. И если ты не можешь понять этого, тогда очевидно, что у тебя есть какие-то планы. Или, может быть, твоя вера мешает тебе понять это. Или, может быть, ты осознаёшь глубоко внутри себя, но из-за своей веры ты просто не хочешь принимать это, правильно? Потому что, согласно нашей Библии, антихрист — это тот, кто отрицает отца и сына. А вас обязывают отрицать это. И это главное, что вы... Так ты будешь отвечать на вопрос после этого введения. Я объяснил тебе... Что ты объяснил мне? Я сказал, что вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Сколько Богов было вначале, согласно Иоанну, один-один? Один Бог. Нет. Да, один Бог. Вначале было Слово. Да. И Слово было с самим собой или с кем-то другим? Да, Слово было... Хорошо, например, когда ты говоришь... Да. Что исходит от тебя? Слова. Слова. А когда Отец говорит, что исходит? Слова. То есть ты согласен, что это Слова? Но когда Бог говорит, это жизнь. Это на самом деле жизнь. Знаешь что? Слово живёт. Хорошо, я приведу тебе пример. Прежде чем ты приведёшь пример... Слова исходят от Отца. Прежде чем ты приведёшь пример... Я хочу поговорить насчёт Слова. Самого Слова. Я собираюсь уйти. Если хочешь, можешь уходить. Но я скажу одно. Каким Словом Бога был Иисус? Ты не искренен. Это не имеет отношения к искренности. Ты зациклился. Ты сказал, что хочешь уйти. Просто уходи. Просто иди. Так что сейчас, просто чтобы сделать заключение... Как вы ясно можете видеть, христиане изо всех сил стараются, чтобы оправдать свою веру в более чем одного Бога. Когда вы можете видеть, что в самом тексте есть очень много чего. Как это называется? Путаницы. Если ты скажешь, что вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом, совершенно ясно, что это два Бога. Поэтому, если Иисус был Словом Божьим, я собирался спросить Его, каким Словом Бога был Иисус, полным или частичным? Потому что, если бы Он был полным Богом, тогда Бог не может говорить. Только Иисус говорит, а Бог нем. А если Он часть Слова Божьего, тогда каким Словом Божьим он был? Это означает, некоторые из Слова Бога становятся мужчиной, некоторой женщиной, а некоторые из Слов Бога становятся слоном. Вы видите проблему? Это то, вокруг чего вращается христианская вера, когда они уходят от полного, уникального понимания монотеизма. А всё, что кроме монотеизма, будет иррациональным, бессмысленным и абсурдным. И это то, что я только что продемонстрировал. Закончим на этом. Ассаляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.